В эфире новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. Ни денег, ни жильян. В избирбаший застройщик похитил у дольщиков около 8 миллионов рублей. Из зоны боевых действий встреча с детьми, вывезенными из Сирии, прошла в Думе дружбы. В избирбе застройщик похитил у дольщиков около 8 миллионов рублей. По данным прокуратуры, мужчина, не оформив в установленном порядке права на земельные участки, а также без разрешения на строительство, заключил с гражданами договоры долевого участия в строительстве трех многоквартирных домов. Однако он построил только железобетонные каркасы домов, а затем использовал полученные у участников деньги на другие цели. По факту возбуждено уголовное дело, мошенничество в крупном размере. В СИЗО номер один УФСИН по Республике Дагестан появились новые следственные кабинеты. Ранее из-за их нехватки в изоляторе возникали проблемы со встречами обвиняемых и адвокатов. Таким образом, в эксплуатацию досрочно ввели 20 следственных комитетов, 3 помещения для длительных свиданий и 3 зала. Мы с адвокатами все выстаивали на улице в зимнее время, в этой беседке, которая только крышу имела. Мы вообще все болели после чего. И вот сегодня довольно-таки очень хорошо в том плане, что даже пока нас проводить должны были к заключенным, мы посидели, подождали, в тепле, уютно. Новые кабинеты соответствуют всем требованиям. В следующем году планируется открыть еще 12 следственных комитетов. И кроме того, в следственном изоляторе номер один будет оборудовано 15 кабинок для краткосрочных свиданий с родственниками. Встреча с детьми, вывезенными из Сирии, прошла в Доме дружбы. Организовало ее Министерство по национальной политике Дагестана. Открывая встречу, глава ведомства поздравил детей и их опекунов с наступающим праздником. Их поздравляет и Муфтиат Республики Дагестан от имени Шейха Ахмад Афанди, епархия наша от имени Владыки Варлама. Сегодня только что до обеда мы проводили мероприятие, главный иудейский праздник Ханука. И Валерий Шемеевич просил передать свои поздравления вам всем, свои подарки. Вот эти три конфессии, которые вот так дружно проводят мероприятия, в том числе и сегодняшние, это очень отрадно в Республике Дагестан, потому что Республика Дагестан является многонациональной, многонациональная, многонациональная республика, и все здесь проживают в мире и согласии. В ходе мероприятия выступили и другие присутствовавшие. Они отметили, что Дагестан всегда славился дружбой между представителями разных конфессий и национальностей. Было отмечено, что большую работу в этом направлении проводят руководство республики и религиозные организации. На самом деле, как Муфти Дагеста нашей команды говорит, чужих детей не бывает. На самом деле так. И отрадно признать, что на территории нашей республики так оно и есть. И сегодня мы увидим, что не без участков людей немало. Если Муфти так говорит, каждый работник Муфтиярда, он все силы положит на это, чтобы ни один ребенок не почувствовал себя отчужденным врушим. И знаете, если вас любит пророк Мухаммад, то вас любит и мне. И знаете, пока мы вас любим, мы вас никогда не оставим. Все гости мероприятия пожелали виновникам торжества расти счастливыми и здоровыми и выразили готовность оказать содействие в решении их проблем. В свою очередь, мальчики и девочки порадовали взрослых творческими способностями, прочитали стихи и продемонстрировали свои рисунки. А завершилась встреча вручением детям сладких подарков и игрушек. В Дагестане создадут национальный парк «Самурский». Он охватит территории Ахтынского, Дербенского, Докуспаринского и Магарамкенского районов. Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Нацпарк будет находиться в ведении Минприроды. Его общая площадь составит более 48 тысяч гектаров. Образован он на базе равнинного участка Дельта Самура и горного Шалбуздак. На этой территории произрастают более тысячи видов растений, среди которых много эндемичных и реликтовых форм. Также здесь зарегистрированы десятки редких и исчезающих видов птиц, млекопитающих и рыб. Принятое решение создаст правовые основания для обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектов, включенных в границы национального парка. Полмиллиарда получит Дербент на новые очистные сооружения. 540 миллионов уже выделено из федерального бюджета распоряжением главы Кабмина РФ Дмитрия Медведева. Средства в древний город России поступят поэтапно в течение трех лет по 180 миллионов в год. Напомню, в этом году депутаты городского собрания приняли небывалый до этого бюджет для Дербента в 5 миллиардов рублей. В Мунцукольском районе в эксплуатацию ввели водовод. Работы были проделаны в рамках приоритетного проекта развития региона «Мой Дагестан. Моя вода». Разводящий водопровод протяженностью более 6 километров был проложен в селе Унцуколь Мунцукольского района. Предварительно здесь была произведена резка бетонного покрытия дороги, установлены пожарные гидранты, регуляторы давления подачи воды, механические задвижки, сами трубы и их засыпка. Также провели подвод магистральной трубы к родникам, а при необходимости были созданы новые. Современное состояние, перспективы и этапы развития исламского образования обсудили на встрече религиозных деятелей республики. Следует отметить, что в Дагестане создана полноценная система образования, позволяющая не выезжать за пределы Родины. На сегодня функционирует 6 высших учебных исламских заведений и 15 медресе, которые стремятся не только улучшить качество обучения, но и соответствовать законодательствам. Эта система образования, которая создана в Республике Дагестан, она на сегодняшний день может на уровне конкурировать с высшими учебными заведениями, другими медресе, которые входят в Российской Федерации и за рубежом. Почему это такое? Потому что, если сравнивать 2000-е годы, огромное количество людей выезжали за пределы Российской Федерации для получения религиозного исламского образования, приезжали и здесь занимались тем, чем они хотели. Сегодня у нас совершенно иная ситуация. Сегодня есть возможность удовлетворить все потребности в Республике и в Российской Федерации в целом тоже. 2019 год подходит к концу и многие уже построили планы на следующий сезон. Герой нашего следующего сюжета – мотоциклист Гаджимурад Ахмедов. Буквально заснул с мечтой, а проснулся с целью. Махачкалинец планирует совершить прыжок в Сулакский каньон. Насколько это реально и как идет подготовка к этому событию, узнал Курман Рагимов. Эта площадка находится на склоне горы Таркитау. Здесь Гаджимурад Ахмедов стабильно проводит по три тренировки в неделю. Райдеры из Махачкалы усердно осваивают новую для себя дисциплину – фристайл. На двухколесный транспорт Гаджимурад пересыл 9 лет назад. Состоял в мотоклубах, с перерывами катался в свое удовольствие. Но только сейчас Ахмедов понял, что это увлечение может и должно стать его профессией. Я собрался с мыслями и понял, что это двухколесный транспорт, это то, что мне нужно. И начал искать ответвление. А ответвлений много. Это и станторы, это и кольцевые мотогонки, и мотокросс. Я выбрал мотокросс, но именно под категорию мотофристайл. Это для меня один из самых красочных и красивейших видов спорта. И для того, чтобы у нас в республике это все красиво начать, для того, чтобы ты задал хорошую планку, мы с моей командой, с моими друзьями, с друзьями из команды FMX13 из города Коломны, мы решили сделать трюк, который в России и в странах СНГ еще никто не делал. Разогнавшись на мотоцикле, Ахмедов планирует спрыгнуть с трамплина, раскрыв в свободном падении два парашюта. К реализации мечты райдер идет поэтапно, планами активно делится на своем ютуб-канале. На месте, по его словам, будут учтены все нормы безопасности. Кроме того, махачкаленец уже успел заручиться поддержкой спонсоров, а также ведет и социальную работу со школьниками и студентами. Детям нравится этот вид спорта. Меня в городе, я несколько раз бывал случай, когда я ехал, на светофоре стоял, мальчик от мамы отрывался, ко мне бежал, меня дергал. Но видно, дети любят этот вид спорта, эту культуру. Поэтому, чем они будут, минуя родителей, минуя родственников, как попало, где попало ездить, я думаю, наверное, лучше уже какую-то базу создать. Кружок. Да, как кружок, да. И обучать их этому всему, да. Я, если все будет хорошо, таких ребят вокруг себя соберу и правильное образование дам им именно в мотокультуре. Потому что примеров, когда ребята разбиваются на спирт, больше, чем много в городе. И мне лично больно вот такие вещи видеть. Прыжок в Сулакский каньон запланирован на осень. Впереди у мотофристайлера несколько сборов с профессионалами из Коломны, а также поездка в Испанию, где он сможет отточить выполнение своих трюков. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Таковы события этого вечера. Всего доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин